Дорогая Церковь, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, желание моего сердца в это утро вместе с вами открыть Первое Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. Будем читать первую главу. Первое Соборное Послание Святого Апостола Иоанна Богослова. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, о наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, желание моего сердца в этом году пройти три соборных послания Евангелия от Иоанна Богослова. Вы знаете, я думаю, мы вступили в 2019 год, и если мы внимательно наблюдаем на жизнь, в которой мы живем, время, в которое мы находимся, оно делает очень серьезные вызовы нашей духовной жизни, церкви, нашей молодежи, нашим детям. Мы, безусловно, уповаем на Господа, на милость Его, но мы понимаем, что, братья и сестры, те события, которые будут происходить каждый год, оно будет приближать нас к самому важному событию, правда? Это возвращение и пришествие нашего Господа за церковью. Все, что будет происходить в этом мире, будет связано, братья и сестры, и с церковью, с нашей духовной жизнью. И очень много-много зависит, братья и сестры, от нашего понимания Божьей воли, Его Слова. Знаете, люди многие охотно любят слушать, может быть, проповедовать, изучать книгу Откровения, и как бы быть такими активными наблюдателями тех мировых событий, которые будут происходить. Это важная книга, ее нужно изучать, проповедовать, но, я думаю, очень намного важнее иметь правильное состояние пред Богом, правильно понимать Его Слово, и тогда все, что не будет происходить, нас не застанет врасплох, мы будем готовы в любое время встречать нашего Господа. В пятницу, когда мы изучаем послание к Ефесинам, в эту последнюю пятницу, когда Денис проводил разбор, он отметил интересную фразу известного человека, его еще называют генерал армии спасения, основатель армии спасения, Уильям Бут, который пророчески сказал, что ожидает церковь в прошедшем уже 20 веке. Этот человек говорил о том, что в 20 веке церковь ожидает религиозность без Святого Духа, христианство без Христа, прощение без покаяния, спасение без возрождения свыше, политика без Бога и самое страшное, думаю, вечность или небо без ада. Только есть рай. Кто-то очень, знаете, исследуя, когда исследует первое соборное послание Иоанна, второе и третье, оно небольшое по своему объему, в совокупности оно имеет семь глав, но по содержанию, братья и сестры, они очень близки по духу, то, что когда-то сказал этот верный слуга Божий, Иллиан Бут. Кто-то сказал такие слова, что он видит человека, перед взором которого будут проходить миллионы верующих людей. И как бы первое послание Иоанна можно объяснить, рассматривать его, как пронизанную любовью и тревогой проповедь, которая состоит из семи глав. Этот Иоанн, который был с Господом, был учеником, был апостолом, он тоже пророчески видел и наше время. Братья и сестры, у него есть что сказать нашему поколению, и у него есть что сказать сегодня церкви. Поэтому мы обращаемся к этой удивительной личности, к этому посланию. Итак, кто же этот человек, который видел и заботился и о нас с вами, что происходило много веков тому назад и что происходит сегодня? Поэтому мы обращаемся к этому посланию. Итак, как известно, автором этого послания является Иоанн. Его еще называют каким учеником? Давайте вместе. Любимый ученик Господа. Я не знаю, почему, братья и сестры. Вот не должно быть любимчиков, правда, вроде бы Бога. Для Господа все равны, всех Господь любит. Но по всей видимости, сложились какие-то особые отношения. Более того, нам даже как-то, может быть, неудобно это представить. Возъезжали на вечере, и Христос лежит где? Иоанн где находится? У груди Христа. Какие-то особые, близкие отношения. Иоанн Иаков, его старший брат, был первый, который призвал Иисус Христос к себе на служение. И помните, как он назвал их? Сыновья как? Громовы. Видимо, это таким образом отображает их характер. Характер, импульсивность, может быть, преданность. Дальше мы видим в Священном Писании, что еще Петр к ним присоединился. Они составляли, как бы, знаете, косяк или лидеры, которые всегда сопровождали Господа в каких-то особых важных моментах. Мы видим их на горе Преображения, в месте, где Господь открывается в силе Царствия Своего, в Гефсимании, в других местах. Но мы видим все время Иоанн, Иаков и Петр. Моросестры, они были сыновьями отца Завидея, который занимался промыслом, промыслом ловил рыбу. Более того, они находились, может быть, почему был любимым учеником, может быть, в детстве выросли, ведь они были двоюродными братья Господа Иисуса Христа, потому что их мать Соломия была родной матерью Марией, матерью Господа. И она сопровождала Господа, была верная последовательница. Она следовала за Христом, она была там, когда была могила открыта, пришли, чтобы помазать Господа тело. И так мы видим этого молодого, самого молодого ученика Иисуса Христа, который находился с Ним всю свою жизнь. И поскольку Иоанн написал Евангелие, которое носит его имя, то его еще называют как? Евангелистом. Поскольку Иоанн написал книгу Откровения, его называют Иоанном Богословом. Поскольку Иоанн написал и являлся пастором церкви, его называют Старцем Иоанном. Братья и сестры, все вот эти титулы, ученик, апостол, евангелист, богослов, пресвитер, относятся к одному и тому же человеку. Иоанну, апостола Иисуса Христа. Братья и сестры, иногда изучая то или иное послание, мы встречаемся, когда мы изучаем, мы встречаемся с той трудностью, что возникает дискуссия или споры об авторстве, кто написал то или иное послание. Ну, вопрос послания евреев до сих пор остается спорным, кто же является его автором. Хотя мы в большей степени, мы уверены, что является апостол Павел. Так вот, интересно, когда исследуется и Евангелие от Иоанна, и соборное послание, то у критиков, библейских критиков, аналитиков, нету абсолютно даже вопросов относительно авторства, потому что, говорит, никто так доходчиво, убедительно, не виден характер его, темпераментов, там, где присутствует, он весь воплотился в этом послании. И более того, Иоанн сам как бы говорит о себе, когда он заканчивает свою Евангелие от Иоанна, 21 главу, 24 стихе, он пишет, что сей ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истина свидетельства его. Пресестры, евангелист Иоанн, или ученик, апостол, единственный из всех апостолов, который умер своей смертью. История говорит, что он прожил до очень преклонного возраста, свидетельства его ученика Поликарпа. Настолько это известно, мы не знаем, что он умер в Ефесе во время правления римского императора Трояна в период 98-го, 1017-й, где-то вот в этих годах. Точно неизвестно. Но это не столь важно, братья и сестры, наверное, дата смерти или место захоронения, а важно, кто этот был человек, каким он был сосудом Божьим и что он поставил после себя. Братья и сестры, возникают вопросы всегда, когда мы читаем ту или иную книгу Библию, какие же причины побуждали авторов писать это послание либо книгу. И, безусловно, Бог не просто так вдохновлял людей писать ту или иную книгу Священного Писания. Были определенные причины, события, которые находились то ли церковь, то ли общество, то ли народ израильский, если это брать Ветхий Завет. Братья и сестры, причины были очень серьезные. Прежде всего, первая причина это отказ от веры. Как ни удивительно, братья и сестры, когда мы исследуем историю христианства, большинство христиан того времени, в котором находился Иоанн, это были уже дети третьем поколении. Когда мы говорим о нашей церкви, сколько у нас уже есть поколений? Наверное, три или четыре поколения точно есть, правда, когда выносим вот этих малюток и родители держат. Так вот, когда Иоанн жил и писал это послание, христиане были уже в третьем поколении. И тот период, тот огонь, помните, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы захвачены той атмосферой, той состоянии, состоянием церкви, в котором находились, мы восторгаемся, мы пытаемся как-то извлечь оттуда, применить свои жизни, задаем вопросы, ну, почему же сегодня этого нету? Почему нету этого пробуждения? Почему так церкви не пополняется? Братья и сестры, исследуя это послание, и в контексте всей истории я удивился, братья и сестры, оказывается, почему Иоанн побуждайным был Духом Святым, писал, потому что огонь угас. И проблема пришла не извне, история еще не наблюдается, и мы не видим, как это скажем в первом, втором послании Петра, где Иоанн не затрагивает проблемы гонений. Проблема пришла изнутри, опасность пришла. Это очень важно, охладеет любовь, и я думаю, сердце Иоанна, который лежал у груди и слышал биение божественного сердца, видел его служение, видел то, что происходило, и та жизнь духовная с Господом, братья и сестры, которая действительно была на высоте. Он удивлялся, дал вопрос, почему этого нету? История говорит, духовная жизнь, она замирала. Иисус тоже хорошо знал состояние людей. Помните, Он говорил, что приумножение беззакония, что будет происходить во многих, охладеет, любовь. Братья и сестры, интересно, когда мы читаем с первого стиха. Удивительное вступление. Иоанн абсолютно не дает какое-то приветствие, нету какого-то обращения, нету какого-то своего имени, кто он такой. Интересно, он начинает с того, прямо, чьим сердце захвачено, кто захватил его сердце, кем он увлечен, кого он любит, кого он трепещет. Он начинает с личности Господа Иисуса Христа. И он начинает интересные слова о том, что было от начала. Возникает вопрос, почему такое вступление? Почему нету никакого приветствия? Что было от начала? Братья и сестры, я думаю, вот по какой причине. Когда человек заблудился на своем пути, например, что необходимо сделать для того, чтобы снова найти правильную дорогу? Необходимо вернуться на начало, правда? Если мы потерялись, говорит, необходимо, не идите дальше. Нужно вернуться к своему начало, там, где вы остановились, где вы потерялись, для того, чтобы, помните, как Бог говорит израильскому народу, остановитесь на путях ваших, расспросите, рассмотрите, где путь добрый и что, и идите по нему. Братья и сестры, точно так же в духовной жизни, когда Иоанн видел, что в церкви угасает огонь, духовная жизнь умирает, пришли лжеучители, пришли лжеучения, и он говорит о том, что было от начала, возвращает людей к самому началу. Вы знаете, это очень интересное, очень сильное выражение. Я нахожусь в Священном Писании, когда Бог хотел открыть тайну Своего творения людям, для того, чтобы люди не блуждали, не пытались изысканиями, для того, чтобы ученые не путались, как же произошел этот мир, где появился человек, братья и сестры. Первое слово в Священном Писании, первый стих, первой главы, как начинается, каким словом? Правильно, в начале, в начале Бог сотворил небо и землю, когда Бог открыл, хотел открыть людям тайну Бога воплощения, для того, чтобы люди не путались, не терялись, как это может быть, да возможно ли это, каким это образом причистая Дева Мария, не знавши мужа, родила ребенка, каким образом? Бог через Евангелиста Иоанна, первая глава, первое слово, как начинается его Евангелие от Иоанна. В начале, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале, братья и сестры, таким образом, Бог хочет повернуть мышление, разум человека, его сердце, его душу, откуда? К первоисточнику. Он является началом, когда Бог хотел восстановить отношения со своим израильским народом, братья и сестры, который ушел от Господа, который блуждал в этих дебрях, который поклонялся идолам. Бог когда-то сказал, говорит, во что вас уже бить, от семени головы до подошвы, все поражено. И знаете, тогда он через пророка Иеремию обращается и дает им следующее повеление. 33 глава, 7 стих, книга пророка Иеремия. И он обещает, говорит, и я возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их как в начале. Вот такое обещание. Когда он вывыл вас из рабства, египетства, когда вы шли под рукою высокою и крепкою и устрою их как в начале. Братья и сестры, когда Бог хочет ответить наглым ругателям, которые заявляют сегодня, где пришествие, обетование Его, ибо с тех пор, как умерли отцы, все остается так же, ничего не меняется, то Бог через своего верного апостола Петра отвечает наглым ругателям следующее слово. «Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Братья и сестры, дорогая церковь, Богу есть что ответить этому миру. Богу есть что сказать родителям, которые воспитывают сегодня деток, которые держат на руках своих. И когда мы читаем книгу притчи, 22 глава, 6 стих, это гарантия того, мы сегодня задаем вопрос, как воспитать деток для того, чтобы они были верующими, для того, чтобы они плакали, для того, чтобы они скорбели. И Господь через мудрого Соломона говорит простой совет, настав юношу когда? Когда нужно наставить? Вначале, друзья мои, вначале настав юноши, при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится, друзья мои. Вот, когда рождается ребенок с первого дня, необходимо наставлять его. Пусть он не понимает, друзья, читайте Библию, молитесь с ним, пусть он по-детски, но будет с вами, пусть он будет в доме молитвы, пусть деда шумят, плачут, братья и сестры, это наши детки, они не мешают нам, но не будут в начале пути наставлены. Когда Бог хочет показать нерушимость брака и опасность и греховность развода, Он говорит через Господа Иисуса Христа в начале не было так. И когда Господь хочет восстановить первую любовь, которая была утеряна и в первой церкви, когда мы читаем книгу Откровения Ефесской церкви, братья и сестры, там есть прекрасное слово. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дни. Другими словами, что было в начале, братья и сестры, мы тоже с вами падаем, спотыкаемся, теряем, братья и сестры, и Господь говорит, не переживай, остановись, вспомни, что было в начале, какое у тебя было начало, ты помнишь день своего обращения, ты помнишь, как ты горел, ты помнишь, как ты входил в воду, принимал святое водное крещение, давал обещания, ты вспомни, что было в начале твоей жизни, покайся и твори прежние дни, братья и сестры, вот что означает, у евангелиста Иоанна было, что сказать о слабеющей церкви, более вторая причина, по которой евангелист Иоанн писал это послание, братья и сестры, я очень кратко хочу коснуться, в процессе нашего изучения мы будем подробно останавливаться, как я уже сказал, опасность пришла не из вне, не гонения, опасность пришла изнутри, в греческом мире, в то время господствовало мировоззрение, которое назвалось гностицизм, в основе гностицизма лежало убеждение, что только дух благ, а материя по сути своей пагубна и презрена, и это приводило к следующему, что происходило все общество в греческой культуре было поражено этим, с одной стороны люди, которые презирали плоть, тело, были крайности, объявляли о безбрачии, уходили в монастыри, пропадали в какой-то крайности в аскетизм, смиряли свое тело, более того, настолько уничижали и били себя, они изматывали свое тело физическое, они считали для того, чтобы каким-то образом только дух является божественным, тело ничего не значит, и с одной стороны, с другой стороны, группа людей назовеляли, если тело ничего не значит, если плоть бренная, значит, можно позволять и жить, как ты хочешь, и, друзья, это представляло большую опасность и для церкви, внутри церкви, это оказывало влияние на верующих людей, мы будем подробнее об этом говорить, друзья, были уже учители, которые пришли в церковь, и об этом и апостол Павел предупреждал Ефесскую церковь, это люди были в церкви, и апостол Иоанн пишет, говорит, они вышли от нас, но не были наши, но они ходились там, они претендовали на пророков, они были влиятельные люди, были люди, которые отрицали Иисуса как мессию, были люди, которые отрицали Бога воплощения, и было множество причин, мы будем позже касаться, которые заставили апостола Иоанна, будучи движим Духом Святым, взяться за перо и писать его три соборных послания, поэтому неудивительно, что мы видим с такой вдохновением, с такой горячей пастырской преданностью, он защищает Божье стадо и приводит свидетельство, прежде всего, братья и сестры, не о себе, он обращает внимание на того, который был в начале, и обратите внимание на первый стих, братья и сестры, о том, что было в начале, он говорит, а потом говорит, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, что мы слышали, братья и сестры, жизнь приняла уста и язык, чтобы произносить слова жизни, апостолы не просто слышали о нем, они слышали его самого, находясь с ним три с половиной года, братья и сестры, можете нам себе представить, они слышали самого Господа, его проповедь, его слово, его притчи, они слышали его обращение к детям, к врагам, к фарисеям, грешникам, его приглашение, его нагорную проповедь, братья и сестры, Они слышали Его. Почему Господь говорил? Он понимал, что Он уйдет. Он понимал, что останутся ученики. Он наставлял их в личной беседе, не слышал Его молитву. Он говорил так, как власть имеющий. О том, что мы слышали. Далее Он говорит о том, что мы видели своими очами. Братья и сестры, Слово стало видимым. Чтобы Его можно было не только слышать, но и видеть. Видеть среди людей, видеть среди друзей, видеть среди врагов. Они видели Его молящегося, видели Его плачущими, видели благословляющими детей, видели Его на горе Преображений, когда Он преобразился, видели Его на Голгофском кресте, истекающем кровью, братья и сестры, видели Его воскресшим, и видели Его вознесенным. Братья и сестры, вот это свидетельство, это очень важное. Нам трудно, может быть, понять, потому что в языке оригинала, когда люди читали, те, которые дух остыл, те, которые ослабели, те, которые были смущены вот этими со всеми лжеучителями, лжепророками, гностиками, те, которые пришли в церковь, насаждали свою философию, свое мировоззрение, хотели подчинить христианскую жизнь под дух этого мира, апостол Иоанн исполнит Духа Святого. Он не пытается с ними дискутировать на их площадке, не пытается какой-то философии с ними противоставить. Он говорит, что «я видел, я слышал». Более того, он говорит, мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Более того, говорит, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, в другом переводе, к чему прикасались руки наши, братья и сестры. Это очень важное, очень сильное свидетельство. Перед жизни, общение, они общались с Господом. Особое сильное место, особое свидетельство. Помните, после воскресения Иисуса Христа, когда ученики были смущены, это ли воскресый Христос, что произошло? И один из них, Фома, даже пообещал, говорил, что «не поверю, пока не вложу персты в раны Его и руки Его, в ребра Его». И Господь понимал уклад, понимал слабость, понимал, что им нужно прикасаться. Таковы мы люди, братья и сестры. Нам нужно видеть, слышать, прикасаться. И Христос является и обращается к Фоме и говорит, «Подай перст свой сюда, посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Братья и сестры, какое сильное свидетельство о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О чем? О слове жизни. Интересно, братья и сестры, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, там евангелист Иоанн, он представляет Иисуса Христа, интересно, в двух моментах. Он представляет Его как Слово, в начале было Слово, а потом он дальше, он говорит, в четвертом стихе, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Интересно, что в послании Иоанна, в первом послании, эти два понятия, Слово и Жизнь объединяются в одно, и Он говорит о Слове жизни, ибо Жизнь явилась. Не просто Жизнь, а Жизнь вечная, братья и сестры. Жизнь вечная обрела плоть и кровь, обрела уста, обрела глаза, возможность прикоснуться. Когда мы говорим о вечной жизни, каким образом мы можем ее осязать, посмотреть, как я могу сказать, это вечная жизнь. Но когда вечная жизнь принимает на себя образ человека, воплощается в человека, ходит среди людей, полон благодати и истины, поэтому мы говорим, это Слово жизни. Итак, братья и сестры, краткий итог. Первого стиха, первой главы, первого послания. Апостол хочет ободрить церковь. Апостол хочет указать тем, которые заблудились, ослабели, те, которые пошли за лжеучителями. Он возвращает к началу. Он говорит о том, что они слышали, о том, что они видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки их о Слове жизни. Он противостоит лже-пророкам, лже-учителям и философии того мира. Братья и сестры, мы тоже ослабеваем. Мы тоже бываем заблуждаемся. И для того, чтобы восстановиться, Слово, братья и сестрам, нужно вернуться к началу, к нашему Господу Иисусу Христу. Только Он может нам указать правильный путь, выход, где мы сбились, где мы запутались, где у нас не получается, где у нас есть вопросы, которые мы не можем развязать, где у нас есть узлы, которые мы пытаемся, и может быть много раз, и у нас не получается. Я приглашаю сегодня всех к молитве вернуться Господу, к началу. И в нашей молитве попросить Господи, помоги мне вернуться к тому на начало, где Ты когда-то мне подарил жизнь. И вместе с братьями, которые пели этот прекрасный гимн, со Христом я дойду, все равно я дойду к вечной жизни, к святым небесам. Сколько силы мне нужно еще впереди, чтобы стать пред Отцом в небесах. Будем помнить, что только со Христом, вернувшись к началу, мы сможем дойти к небесам. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Прославим Его в наших молитвах. Субтитры создавал DimaTorzok